Филворд, это компания вообще, нет? Привет, братики, 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 с вами Большой Ледовский. И сегодня я такой нарядный, не просто так. Дело в том, что компания Филворд прислала нам топовый монитор, очень яркий монитор, LUT6S. В такой ясный день, для съемки видео нам необходим очень яркий монитор. Мониторчики, братики, бывают разные, абсолютно разные. У них бывают разные функции. Они бывают с HDMI, с SDI, все вместе сразу, кроссконверсные. Но их стоимость напрямую зависит от их яркости. Это очень яркий мониторчик, 2600 нит. 2600! И у этого монитора, при его яркости, очень невысокая цена. У брендов типа SmallHD, Atomos, цена будет в 3-4 раза больше. Этот монитор с диагональю 6 дюймов. В свое время я купил себе 7-дюймовый монитор, потому что тогда не было 6-дюймовых, были 5-дюймовые и 7-дюймовые. 5 дюймов, это совсем маленькие. Ну, а сейчас, мне кажется, что 7 дюймов, это слишком громоздко. Вот 6, это самый оптимал. Мониторчик недорогой. И это чувствуется, это видно. Он выполнил из ABS пластика. Но при этом у него есть входы-выходы HDMI и SDI. Выходы и входы. Входит и выходит. Да? Что, сел? То есть вы понимаете, что у монитора остается при низкой цене профессиональный функционал, но за счет более дешевых материалов цена снижена. Поскольку монитор недорогой, его комплектация тоже не очень богата. Это крепление на камеру и кабелек HDMI. С большого HDMI на мини HDMI и переходничок на micro HDMI. Что хочется сказать по поводу этого крепежа. У нас не получилось его установить, потому что у нас предсерийная версия. И винт короче, чем должен быть. И он не смог зайти в наше отверстие. Во всех ярких мониторах есть вентиляторы. И в этом мониторе он очень тихий. Вот сейчас он работает в авторежиме. Если даже принудительно поставить на максимальный уровень обдува, то все равно он остается тихим. То есть в тихой комнате вы можете спокойно писать интервью, его не будет слышно. В отличие от тех же самых мониторов PortKiss. Ну реально он тихий. Он вообще работает? Ну да. У этого монитора сенсорное управление. И лично мне не хватает физических кнопок. А сейчас я покажу почему. Мне бы хотелось, чтобы были физические кнопки для вызова ассистентов. Таких как FalseColor или FocusPicking. Физические кнопки, чтобы были. Потому что не всегда удобно лезть в меню, нажимать. Вот трясется все. Мне удобнее гораздо нажать просто сверху. Меню вызывается длительным нажатием на вот этот крутящийся жестик сверху. И далее, чтобы уже оперировать как-то всеми функциями, уже удобнее нажимать на экране. Хотя можно и его крутить, нажимать и так далее. А чтобы выйти из меню, нету кнопки выхода, нету кнопки exit. То есть приходится нажимать на экране назад несколько раз. Также touchscreen можно выключить с помощью кнопки включения. Один раз нажимаем и touch off. Стоп, подожди, братик, братик. Братик, братик. Братик, это топово. Для того, чтобы регулировать яркость и громкость экрана... Для того, чтобы регулировать яркость экрана, можно просто пальцем провести слева-левая часть экрана вверх и вниз. А в правой части экрана вверх и вниз мы регулируем volume. То есть громкость. Многие производители сейчас переработали вообще принцип работы меню на мониторах. Если раньше нам нужно было с помощью вот этого колесика, кнопочек, заходить в меню, которое выпадало на весь экран, то сейчас, поскольку мониторы сенсорные, при нажатии на колесико у нас выпадает меню слева. И пиктограммки большие. То есть они рассчитаны на управление пальцем. Это очень топово и удобно. Ребят, ну как вы могли подумать, что я не появлюсь сегодня в кадре? Конечно же, я появлюсь в кадре и расскажу вам, где вот эти вот садочки можно купить. И, разумеется, по ссылке в описании заходите. А если вы не хотите заказывать, например, с официального магазина Fillward или с Алиэкспресс, то вы можете заказать это в топовых магазинах в России. Это магазин Kremlin Store, а в Украине это магазин Big Sale. Просто переходите по ссылочкам в описании. И что самое интересное, в этих магазинах цены иногда могут быть даже дешевле, чем на Алиэкспресс. Потому что на Алиэкспресс идет жесткая привязка к курсу доллара. Постоянно цена прыгает. А, собственно, в вышеперечисленных магазинах с этим таких проблем нет. Ну и, естественно, вы можете посмотреть там абсолютно любые модели мониторов. Не только, кстати, производства Fieldward, а также и любых других. Но если денежек на новое оборудование немножко не хватает, то, как всегда, милости прошу, добро пожаловать в нашу Telegram-барахолочку, где мы продаем, во-первых, то оборудование, которое нам присылают на обзоры. А, во-вторых, вы также можете публиковать нам свои объявления и, соответственно, продавать свое видеооборудование друг к другу. Там у нас нет никакого фотооборудования, никаких вспышек и прочих аксессуаров для фото. У нас только видео, только по нашей теме. Так что, как я уже сказал, все полезные ссылки будут в описании. Что у нас есть в меню? В первом подменю у нас меню ассистентов. Focus Picking. То есть можно настроить его уровень, цвет и так далее. Zebra, False Color. Очень полезная функция. Второй пункт смещает в себя все маркеры. То есть это все сеточки, safety маркеры, центральные маркеры и так далее. Можно изменить их цвет. И если вы снимаете на обычную оптику и хотите увидеть каше, то вот, пожалуйста, любой размер. И можно выставить прозрачность кашетирования. То есть от самого темного до почти что прозрачного. Третьим пунктом идет управление пропорциями и масштабом изображения на мониторе. Здесь мы можем выбрать соотношение сторон, растягивать его, сделать аноморфный режим, включить отзеркаливание и увеличить масштаб изображения. Но при этом у монитора есть свой гироскоп. И если вы переворачиваете монитор, то он переворачивает изображение и меню для вас автоматически. Сейчас мы вывели некоторые ассистенты на монитор, но в меню под себя вы можете выбрать любые по отдельности. Вектор скоп, парейт, гистограмма, RGB гистограмма и аудиометр. Ну, то есть отображение аудио уровней. Раз. И следующий пункт, это, конечно же, управление лутами. Вы можете сюда их подгрузить. У монитора есть отдельный слот под SD-карту, с помощью которого вы можете эти луты свои подгрузить. Очень интересный момент. Монитор может накладывать лут на сквозной канал. То есть вы можете получать изображение для себя на мониторе с лутом, а выводить дальше его без лута. Это означает, что мы получаем с камеры изображение без лута, накладываем лут уже в мониторе, и дальше мы можем как с лутом, так и без лута выдавать. Братики, разрешение монитора Full HD, но вы можете подавать на него сигнал 4К до 30 кадров в секунду. И что самое интересное, благодаря высокой яркости он может отображать HDR-контент, например, в цветовом профиле HLG 2020. Также существует упрощенная версия этого монитора без SDI, ровно на 100 долларов дешевле. Питание монитора осуществляется с помощью батареек NPF в Sony, также есть вход для адаптера, и также у него есть сквозной выход питания для подключения других устройств, в том числе и камеры. Ну вот мы установили сверху мониторчик PortKiss с яркостью 1800 нит, у этого монитора, напоминаю, 2600 нит, а у мониторчика Blackmagic 500 нит примерно, как у самых дешевых мониторов за 10-15 тысяч. И как вы видите, в солнечный день не видно ничего. Вот, чтобы нормально работать в солнечный день, чтобы видеть, что там происходит на вашем мониторе, нужно, ну, порядка 2000 нит. Ну и, в принципе, оба этих монитора справляются с этой задачей, все видно, но, конечно, невыраженным глазом можно заметить, что на мониторчике Fillward яркость, ну, на порядок выше. И я даже в солнцезащитных очках могу с ним комфортно работать. В целом, монитор мне понравился, очень яркий, можно работать, но единственным моментом является то, что у него отсутствуют физические кнопочки для вызова системы. Это, конечно, минус, но небольшой. С вами был Большой Лидовский. Пока. Не, не, братики, не пока. Ставьте колокольчик, подписывайтесь на лайк. Короче, братики, монитор топовый, очень яркий. За эти деньги можно и нужно брать. С вами был Большой Лидовский. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Обнял, приподнял. Всем пока. Друзья, сейчас мы прервемся буквально на минутку. Я хочу вам рассказать, где мы берем музыку для нашего YouTube-канала. Как вы знаете, если вы загрузите просто любую какую-то известную композицию на YouTube-канал, то, соответственно, у вас просто сразу же отключится монетизация, прилетит жалоба на нарушение авторских прав, и в худшем случае ваше видео вообще может быть заблокировано. Поэтому для того, чтобы использовать крутую музыку на вашем YouTube-канале, вам нужно использовать также крутые сервисы. Один из таких сервисов – Epidemic Sound. И лично я пользуюсь им с 2016 года. У меня есть несколько YouTube-каналов, и вся моя музыка на всех YouTube-каналах взята именно оттуда. Epidemic Sound – это огромный сайт, где вы найдете десятки тысяч разнообразнейших треков, разных жанров, разных направлений. И при этом вы можете выбирать музыку по огромному количеству фильтров. То есть вы можете найти там абсолютно все, что угодно. Ну а что очень важно для Тревел-блога, там вы можете находить этническую музыку. Если вам нужна музыка с греческими мотивами, вы просто вводите в поиски слово «Греция» и можете качать как традиционные греческие композиции, так и современную музыку, стилизованную под греческий колорит. Это на самом деле очень круто и позволяет создать правильную атмосферу в видео. Ну а также на этом сайте вы можете качать и звуковые эффекты. То есть по факту одним этим сервисом вы закрываете всю свою потребность в аудиоматериалах. Epidemic Sound работает по подписке. Это означает, что ежемесячно вы платите совершенно незначительную сумму денег. Это как сходить один раз в кафе на одного человека. И при этом вы можете без всяких ограничений качать любую музыку, хоть там сотни, тысячи треков и заливать, к примеру, на ваш YouTube канал. Ну а что самое приятное, прямо сейчас у Epidemic Sound действует акция. Если зарегистрируетесь по ссылке в описании, то получите месяц бесплатного доступа. Точно так же, без всяких ограничений, можете месяц скачать любую музыку, любые звуковые эффекты и использовать в видеороликах на вашем YouTube канале. И многие задают вопрос, а что будет спустя этот бесплатный месяц, если я вдруг не захочу продлевать подписку? Что будет с моими уже загруженными видеороликами? На них что, перестанет работать монетизация или какие-то жалобы поступят? Нет, ничего этого не произойдет. Epidemic Sound дает четкий и однозначный ответ. Вся та музыка ваших видео, которые вы уже загрузили на YouTube за этот бесплатный месяц, будет лицензирована для вас пожизненно. А вот если вы захотите уже загружать новые видеоролики, то тогда придется продлить подписку. И, кстати, подписку можно продлевать и останавливать в любое удобное для вас время. Так что, как видите, вы абсолютно ничем не рискуете, ничего не теряете и месяц сможете пользоваться действительно классным сервисом. И я думаю, после того, как вы попробуете, распробуете, то я уверен, что начнете им пользоваться на постоянной основе, как это делаю я. Так что ссылка будет в описании и месяц бесплатно обязательно попробуйте.